В чем проблема? Что могут предложить красные? Я считаю следующее. Первое. Красные должны объяснить всевозможными способами. Через ютуб-каналы, через партийные организации. Вот этим 50 миллионам, еще раз, нам важно говорить не за коммунизм, не за социализм. Процитируйте эту цитату. Нам важно захватить интересы 50 миллионов человек. А как вы их захватите, объясняя им, что парень, тебе потому не платят высокую зарплату, как в Сингапуре, или не растет она, как в Китае, потому что ты никому в деиндустриализированной стране, то есть где индустриализация экономически невыгодна, тебе потому не платят достойную зарплату, потому что у нас нет конкурентноспособной индустриальной экономики. У тебя есть один способ отстоять свой завод и получать достойную зарплату, адекватную мировым зарплатам в этой же отрасли, если ты конкурентноспособен. А это возможно, если взят курс в стране на индустриализацию, новую индустриализацию. Но первым пунктом должен быть не этот. Первым пунктом должен быть об обществлении углеводородицы. Как его реализовывать? Вопросы сложные. Но мы имеем этот ответ. Но в любом случае вопрос об обществлении углеводородицы номер один. Это такой же вопрос, как декрет о земле. Второй вопрос. Новая индустриализация. Третий вопрос, который мы должны поднимать, это создание параллельных систем власти. Называйте их советами, гражданскими инициативными группами, как угодно. Эти три вопроса должны быть базовыми сегодня. Только так мы захватим мысли, чувства этих 50 миллионов нашей классовой основы. Только так. Второй пункт. Перестать вестись на повестку, которую они нам подбрасывают. Идти голосовать, голосовать, голосовать против. Да это все идиотизм. Их повестка пусть волнует их. Отвечать дудю, почему Колыма, родина нашего страха, нужно. Но тогда, когда вы уже имеете захваченные 50 миллионов человек. Навальный сначала создал свою повестку. Это вам не Димон. Он создал свои предложения. Он не только отрицает чушь все это. Он выражает интересы мелкой буржуазии. И пытается захватить нашу классовую основу. Нам надо перестать вестись на их повестку. Повестку крупной буржуазии. Повестку мелкой буржуазии. Критиковать можно. Осуждать, защищать Советский Союз. Все это важно и полезно. Но это вторично. Сейчас надо свестись к трем основным лозунгам. Обобществление углеводородицы. Не национализация, обобществление. Новая индустриализация. Советы. Как параллельная система власти. Как будем реализовывать первый пункт? Вопросов много. Как будем приходить? Вопросов много. Можно через буржуазный парламентаризм. А потом, грубо говоря, ну как вы придете, если вы не захватили авангард? 50 миллионов человек. Это наше поле битвы. Нам его надо выиграть. Я предлагаю сократить все разговоры. Сократить крупные программы. Три основных требования. Три основных цели. Это программа минимум. Мы прекрасно это понимаем. Это не социализм. Это три основных требования, чтобы каждому человеку объяснить. У тебя будет высокая зарплата, когда твое производство получило с углеводородицы деньги и вложило его в промышленность. И у тебя советы, а не купленные на деньги крупной буржуазии, депутаты и судьи. Три основных требования. Свестись только к ним. Это наша повестка. Субтитры создавал DimaTorzok